Друзья, доброе утро, доброе время и суток. С вами я, Ирина и Костас. Калюмера. Да, мы сегодня ездим в однодневное путешествие, 160 километров от Волоса, в центральную Грецию, Ламея. Костас, а все свои есть? Я тут у Курьё. Павляни. Павляни – это Курьё, деревня. Посмотрим, что там и как, интересно. Приятного просмотра. Мы остановились в парке Павлиани. Сейчас посмотрим, что там. Здесь очень красивая природа, зелено и не жарко. У нас-то жарко, это за 30, а здесь за счет того, что мы высоко в горах, свежий такой прохладный горный ветер. Это вход в парк. Это схема парка. Вокруг, видите, какая красота. Видите, здесь какой мост, пианино, клавиатура. Речка бурная, небольшая. И такой живописный мостик. Он такой шатающийся. И я начинаю идти, начинает играть музыка. Пока идешь, играет музыка. А потом она перестает играть. Музыкальный мостик называется. Нерумилус, это водяная мельница. А вот, отрежут. Говорит, не ходите тут в туалет, иначе отрежут. Что отрежут? Вот это. Вот здесь, за счет потока воды, раньше не роприону. Это водяная пила, которая... Смотрите, какие велосипеды. Вот здесь резали они. Пойдем посмотрим наверху. Вот такой вид сверху для водяной пилы. На основе работы воды получается вот такая была система. Ну, сейчас, конечно, это так, рекорд. Идем дальше. Бар, пожалуйста. Можно тут сидеть и каминчик сделать небольшой. Есть отметки. Движение наше. Бережите. Прямо гора и лес. Не попадает даже солнце. Вообще. Греческие шутки. Теперь иди, хочешь туда, хочешь туда, куда хочешь. Я думаю, это крокуса. Здесь таких очень много. Просто волшебные. По этому поводу здесь эта табличка, что если сорвешь цветок, то получишь пинок под зад. Мы карабкаемся все выше и выше. Хорошо у меня была косынка. У меня всегда есть такие побольше, поменьше, из натурального шелка. Они очень хорошо согревают. Потому что реально холодно. И когда грудь прикрыта, очень комфортно. Ну, пойдем дальше. Все разрисовано с любовью. Кругом декор. Со тех сторон вода. Справа, слева. Тут написано. Сядь. И сядьте и поцелуйтесь. Надо перейти по этому мостику, чтобы сесть и поцеловаться. Обувь должна быть фиксирована. Но я-то ехала, конечно, как будто бы в деревню погулять. Не знала, что есть такой парк. У меня босоножки, они фиксированы сзади, но открытые. Ну, ничего. Ноги потом протру. Смотрите, какая красота. Можете на гамаке подлежать над речкой. С юмором пишет. Осторожно, потому что вот сверху стоит такой... Спилует парень. Куда я могу покачаться? Я не облезу. Спилует. Держимся дальше. Не захотелось солнца. В общем, в этот парк надо жару вновь. Вот тут охладиться можно. Прекрасное место. Такая качелька. В общем, это такая подвесная дорога. Кто-то предлагает мне туда присесть, и он меня прокатит. Ну, я, наверное, не знаю, хочу ли этого. Запад какой. О, полнометра на платформе. На высокой. А, наверху гамак, в жару можно полежать. Я успела спрыгнуть с этой тарзанки. Я так неожиданно поехала. И повисла бы где-то над рекой. Что бы я делала? Какой ужас. И спа тут, и место, где очень красивая растительность будет. Ну, посмотрим. Она тут везде красивая. Спортивная площадка. Даже шарики. У нас бы уже, наверное, все разорвали, мне кажется. Молодец. Браво. Браво. О, браво. Браво. Не. Не. Очень много вот таких цветочков. Смотрите. Написано трамплин. Уже в тему написали, что лавка с коронавирусом не садится. Да? Григора. А место с коронавирусом. В общем, парк такой, ходить и ходить. Ты, блядь, а не драли? Что-то Костас там уже смелется. Посмотрим. Смотрите, какая беседочка, да? Что там? Что там? А-а-а! Туалет! Вот, представляете, можно даже полежать. Что только не придумают. Молодцы. Столик, пожалуйста, камень. Нужно мангальчик разжечь. Смотрите, какой прям на воде. Кто хочет охладиться. Кто хочет охладиться. Туалет! Кто хочет охладиться. Кто хочет охладиться. Кто хочет охладиться. Мною по-другому. Як бы если не нравится. Он кушалит. Пишет, что можете пить воду. Ну, это и так понятно, что написано. Вот буллинг, пожалуйста. Кавлиане. Идем к трамплину, что ли, я так и не поняла. Проезжали, столько охотников стояло. С сегодняшнего дня здесь разрешена охота на кабанов в Греции. О, дракон. Дракена, дракон. Вот, на дереве нарисовали дракона. Поезд. Пусть уже в беседку задралась. Портаола для всех. В беседке дорога пошла вниз. Стишная дорожка. Я потеряла кускус. Дом делал. Когда я начала снимать, вот сейчас маленькое отступление, первую часть, я думала, там качельки, корусельки и такое. Все, на этом все закончится. Ну, я вас предупреждаю, что это только начало-начал. Первая часть будет такая, обо всем хорошем, красивом, но потом будет еще и вторая часть.